Вчера по Киеву гулял, поздно пришел, погулял, наснимал такие классные видео, сегодня поздно проснулся, устал. Ребята сегодня на набережной, тоже интересно, я думаю, получится видео, поэтому оставайтесь со мной. Ребята, пока никого нету, но скоро будет жара, и здесь вообще даже яблоку негде будет упасть. Набережная красивая, облагородили, лежаков наставили, песка навезли. Речку я вижу, почистили, потому что в прошлый раз она была такая грязная, здесь только водорослей было, куча. Смотрю, почистили, гляньте, как лягушки, послушайте, как лягушки квакают, сейчас подойду поближе. Сейчас пройдемся по набережной, посмотрим, что нового, потому что я был в прошлом году, где-то видео есть там у меня на канале. Я думаю, в этом году еще интереснее. Но лягушки-то квакают классно, хотя вот погода классная, я не могу пройти мимо лягушек, квакают вообще бесподобно. Послушаем немного, да? Обалденно! Люблю это, когда лягушки квакают. Успокаивает так. Вообще классно придумали и для велосипедистов отдельная дорожка, и для людей. Короче, здесь можно взять лодочку, можно покататься, поплавать. Здесь есть и каяки, можно на каяках поплавать. Можно взять в прокат велосипеды. Боже, как я хочу велосипед, но на все, денег он не хватает. Ой, мечта велосипед. Уже сейчас эти электросамокаты вышли. Всякие тут колеса. Сел на велик и поехал, но этот электросамокат, что, на нем сильно спортом можно позаниматься. На нем сильно не похудаешь. На нем сильно такая физическая нагрузка, не эта, гляньте, какая рыба. А на велосипеде больше эта нагрузка физическая. И для детей можно взять, он эти серфингисты, эти доски для серфинга. Вон каяки лежит, красные. Короче, можно поплавать. Открылись эти фастфуды. Шашлыки уже, короче, пошли в полный ход. Два дня, три дня перед этим падали дожди. Вот вчера я вышел погулять. По Киеву прогулялся. А в парк Киото сходил. Вообще шикарно. А то все дома-дома сидел, ничем было заниматься. И сегодня вот вечером, сейчас 5 часов вечера, пикники люди устраивают. Тут, гляньте, можно отдельно пожарить шашлыки себе. Каждый отдельно жарит себе шашлыки. Поставили батуты для детей. У меня это дело платные батуты. Короче, облагораживают парк. Можно посидеть, полежать. Вон бабушка сидит, отдыхает. Гляньте, какие лежаки. Прям такие, знаете, все поставил и уже все, навсегда. Не заберешь с собой. Так, хочу пройти немножко дальше и посмотреть. Потому что здесь как бы никаких изменений нет. А вот дальше, я думаю, может что-то интересное будет. Главное, что туалеты есть. Остановка для машин. И вон там сразу стоят туалеты. Хорошо, что хоть туалеты поставили. Это уже радует. И вот на этих лавочках иногда рыбаки сидят. Так вот эта финская ходьба называется, если я не ошибаюсь. Так, сейчас вот дойдем до этого моста. Он мне напоминает в этом, в Нью-Йорке, этот мост красный. Тоже я уже не раз его снимал. Постоянно его, американцы снимают фильмы. На нем он постоянно там рушится, разрушается. Лебеди, коханья, прилетели лебеди и до нас с тобою. Ну вот эти вот железные всякие из резьбы железные покрасили. Было бы интереснее. Рыбки. Так, тоже фотографируется. Я знаю, там вешают эти влюбленные замки. И клетчики выкидывают сразу в эту речку. Копия моста из Нью-Йорка. Так, вот он этот мост. Тоже приходит, фотографируется. Я думал, сегодня людей будет немного. Все в такой морской тематике. Вон там железная дорога проходит. Ирпен-Сити. Мост. Да, я вам хоть скажу, хоть что-то радует, что вот начинаются хоть какие-то места есть, что можно куда-то пойти, сходить, отдохнуть. Хотя сейчас начнутся эти клещи. Букашки всякие будут вылазить. Ой, ребята, я вам скажу, вот сейчас на велосипедах отдыхают. Как я хочу велик. Ой, как я хочу велик, я аж не могу. Я когда смотрю, кто-то на велосипедах едет, аж жаба давит меня. Душит. Я посмотрел велик, который я хочу. Такой нормальный. Дешевый не хочу, потому что, ну понимаете, сами дешевый. Дорогой, конечно, тоже дорогой. Нет, а средний где-то стоит приблизительно 300 долларов. И не получается. Не отложить, не сэкономить. За квартиру заплатить. Еду купить. И как-то тоже хотел поэкономить, тоже не получается. Этот миксер. Я миксер взял в кредит. Миксер кредит. Миксер 800 гривен на 4 платежа. Так, а эта пианино, кажется, стояла в парке Шевченко. А его перенесли сюда. Оно точно стояло в парке Шевченко. Ничего, его перенесли сюда. Там приходила такая тетя, такая уже. Поезд едет, воно лезет. Короче, тут я приходила такая старшая, играла постоянно. Она классно играла. Так, а вон и на лодочке уже плавает. Тоже на прокат можно взять. Так, вот это вот продолжение, мне кажется, это новое. Ирпень. River Welcome. Продолжили, потому что тут-то заканчивалось. А это всё новенькое, походу. Иду уже, ребята. Ну, одел шорты. Одел шорты, футболку. Жарко. Ноги белые. Ноги белые. Незагоревшие. Так смешно, знаете. Чёрная футболка, чёрные шорты и белые ноги. Смешно. Сейчас там дальше вообще интересно. Такая огромная клетка. Там тоже всё заходят, фотографируются в клетке. Знаешь, как будто ты в клетке, как попугай. Тоже сейчас вам покажу. Очень далеко там ещё идти. Всего так интересно много. Сейчас покажу вам фонарики. Сделаны как ландыши. Интересно очень придумали. И здесь такие новострои. Короче, строят, строят, строят дома. Очень много новостроев. Вообще прикольно, молодцы. Парк вообще шикарный. Так, вот эти вот фонари. Гляньте, как ландыши свисают. Вот это вся вот эта улочка. Идёшь и... Так, вот эта вот клетка, которую я вам хотел показать. Девчонки заходят и фотографируются. Потом инстаграм выставляют. И дерево в середине растёт. Как будто ты в клетке. Что, зайдём? Дерево такое молодое посадили, понятно. Всё, и ты в клеточке. А как почувствовать себя в клетке? Посидите денёк. Посидите денёчек в клетке, да? Как будто мальчик. На самокатах катаются. Гляньте, что от селёдки осталось. Так, а это какая-то рождественская тематика. Ангелы. Ну, понятно, они светятся, наверное. Всё тоже с гирляндами. Идеальная площадка для катания на роликах. Шикарно. Ровная-ровная. Короче, наверное, такая задумка не красить. Что они все не покрашены вот эти. Так, арки. Гляньте, и для волейбола. И для футбола площадка. Ну, короче, молодцы. И даже можно рыбу, гляньте, половить. Ого, надо же. Гляньте, туда же боксом можно позаниматься. Ничего себе. Прикольно. Гляньте, туда же. Это есть. Брейн-ринг. Площадка. Для нокаутов. Представляете, ребята? Мне в такой психике не хватает этой. Посадочной полосы для самолётов. Тут всё есть. Прикольно. Гляньте, даже эти. Спортивные. Орбитреки. Тренажёры всякие. Вот це да. А вот тут в прошлый раз я был. Вот здесь были гамаки. Вот эти вот. Вот тут везде были гамаки. Их поснимали. Наверное, повесят. А может и нет. Может кто-то поснимал. Да нет, я не думаю. Вот здесь всё были гамаки такие. Ты ложишься и отдыхаешь. Круто были. Круто было. Я проходил, все гамаки были заняты. Прям очередь была. Все хотели на гамаках полежать, покататься. Вот эти вот лавочки такие интересные. Гляньте, каждая лавочка в разной позе. С разными позами. Поза Зю. Поза Д. Прикольные тоже. Так, а вот там дальше маяк. Короче, кто будет проплывать на каяке, чтобы не врезались друг в дружку. Даже маяк тут свой есть, представляете? А что, может паромы будут проплывать. Ой, а там дальше, гляньте, целый симфонический оркестр. Сейчас тоже даже есть пианино. Сейчас я вам сыграю. Сейчас я вам и сыграю, и спою. А что, интересные. Посмотрите, как красиво смотрится в красном цвете. Что у нас тут? Скрипка, саксофон, тромбон, гитара. Красный рояль. Но он не играет. На нем не поиграешь. Но красиво смотрится все такое красное. Тоже можно пофоткаться. Так, ребята, все. А там уже все. Там уже просто большущий, огромный стул. И огромный, огромный стол. Дойдем, посмотрим. Так, кто узнал этого желтого из мультика? Как его зовут? Я помню, я два раза смотрел этот мультик. Очень прикольный мультик. Прямо жду слез. Валли. Прикольный. Валли. Да. Ребята, можете посмотреть. Это такой, ну, детский, но там много смысла. И для взрослых тоже. Снятый вообще шикарно. Про Валли и Ив. Ну что, я не знаю, для какого роста эта табуретка, этот стол. Но размеры впечатляют. Интересно ли кто-то залазил сюда. А, залазил, понятно. Вон граффити есть. Ребята, огромный. Ну, гляньте, я под столом еще в детстве ходил. Могу сказать, что вот я под столом прошелся взрослым. Ха-ха, круто. И вы со мной тоже все прошлись. Ха-ха-ха. Мы с вами под столом прошлись. Так что можете сказать всем, что вы взрослые под столом прошлись? Нормально тогда. Круто. Ха-ха. Так, а это, походу, что это? Кто-то поломал. Разломали пополам. Это, наверное, большая, этот... Так ее, господи. Пуговица. Угу, она пополам разломана. Или так задумана. Большая пуговица. Ха-ха. Ребята, идешь, идешь, и прям, знаете, не хочется, чтобы заканчивалось. Ничего, потому что там, смотрю, еще, еще немного, чуть-чуть, и все, и заканчивается. Гляньте, тут какая-то большая книжка с большой ручкой. И там что-то тоже написано. Так, настрий. Настроение. Настроение, стримку. Так, настроение, стримку, панично взрослая. Место мрій, чаревных сподеваний. Новый рік у Биме приймае. Мой казковый, прекрасный Ирпинь. Сниг понесся. А, это, наверное, это... К Новому году, что было, да? Максим Черешня. Авторский стих, понятно. Ирпинь, место творчества. Выглядит, какая собака. Спряталась? Собака. Так, дальше такая огромная зубная щетка. Короче, здесь, я понял, здесь живет дальше какой-то великан. Понятно, и стол большой. Стул. Все огромное. Все больших размеров. Вот его зубная щетка. Зубная щетка. Ну, зубы он не почистит. Это и зубной щеткой. Останется без зубов. Очки. Очечи. Гляньте, очечи. Ой, мне бы такой чайник, ребята. Вот мне бы домой такой чайник, я бы в этом чайник сам бы залез бы и чай бы. И купался бы в чай, и пил бы чай. Так, а это шо? А это большая ложка, вилка и это. И знак проезд закрыт. Тарелка. Ну, так знак на дороге проезд закрыт. Прикольно. Тоже, да? Понятно. Воланчик. Ребята, там, короче, еще дальше идти. Ого, ничего себе. Ладно, я вас доведу до конца, а потом мне возвращаться, я уже час иду. Воланчик. Нужно тоже мне сфотографироваться возле этого воланчика. Так, все раскинуто. Походу, у него рюкзак какой-то был огромный, и он все это раскидывал. Гляньте, какой башмак. Башмачок. Ого-го. Это вот туда и туда. Ну, ладно, ради вас. Ради вас, моих дорогих. Вот, гляньте, люди уже вот на таких вот штуках ездят. А у меня еще и велосипеда нет. У меня, вроде бы, не было. У людей уже эти айфоны там какие-то, про есть. А у меня еще и первого айфона не было. А это лампочка. Лампочка. Я когда был в Болгарии, работал в этом 3D, как его, паровозике, хотел сказать. 3D-вагончики, фильмы крутил. Вот. И там ко мне это приходила постоянно эта болгарка, которая, ну, помогала мне, ну, обслуживала там, приносила, помогала мне все от хозяев. Я ее попросил, чтобы она мне купила кружку. Кружки у них не было. Я ее попросил, чтобы она мне купила кружку. Ну, там, кружку попросил, чтобы она мне привезла. Я тут не вею от солнца с защитным фильтром. Тяжело по-русски говорить, разговаривать. Мысли идут на другом языке. Говорю, сразу перевожу на русский язык. Вот. Потому что сгорал. Ну, она мне все привезла. И привезла мне лампочку. А я говорю, а кружка где? Ну, она в пакете достает мне лампочку. Вот. Я говорю, я кружку просил. Она смотрит на меня. Так вот, кружка. Я говорю, кружка, ну, кружка, как объяснить? Кружка, господи, как же я ей объяснить? Пить, кружка. Как еще кружка там? Говорят, стакан. Она, ой, я попутала, и я забыла. Кружка, стакан, чашка. Я говорю, да, чашка, чашка. Вместо чашки привезла мне лампочку. Гляньте, как тут. Вот это вот мне нравится, когда покрашенные вот эти. Не просто стоят железные, а покрашенные. Олени. Кстати, очень красиво смотрится в розовом цвете. Носорог, верблюд. Гляньте, какой носорог прикольный. Верблюд тоже классный. Ну вот и все, ребята. Вот мы с вами и дошли почти до конца набережной. Представляете, сколько я сегодня с вами прошелся, друзья? Сколько я с вами прошел. Фух, жарко. Я сейчас буду идти обратно. Я надеюсь, вы мне поставите за мои старания, за мои труды ваш большой королевский лайк. Я буду вам очень благодарен. Всем хорошего настроения. Идите гуляйте. Пока хорошая погода, отдыхайте. Я присяду на лавочку, немножко отдохну и буду возвращаться обратно. Потому что очень-очень далеко. Там лес. Лес, поляна, горбик, яма. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok